Второе – это укрепление связи с Аллахом. А что потом? А потом было третье откровение. Вот это очень важно запомнить. Что Всевышний Аллах Ниспослал в третьем откровении? О! Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, завернувшийся в ткань. Встань и говори людям о моем послании. Это сура «Завернувшийся», Муддафир, 74-я, предыдущая сура «Муззамиль», «Закутавшийся». И в этом большая мудрость Аллаха, что Он не спослал аяты о чтении Корана ночью между изучением днем и призывом. Почему? Потому что твой призыв к исламу будет эффективным настолько, насколько крепкой будет твоя связь с Аллахом. И вот это отличает нас от сподвижников пророка, да буди доволен имя Аллах. Сподвижники черпали силы в ночное время. Они читали Коран размеренно, проводили много времени в уединенном, сосредоточенном размышлении об Аллахе. Они черпали силы, когда обращались к Аллаху в мольбах, в слезах от страха перед Аллахом. Черпали силы в те моменты, когда отсекали себя от будущего и от прошлого. Только об Аллахе думали. Великую силу Аллах дает человеку, который делает это. Днем Он предостерегает людей от наказания и радует их доброй вестью о рае. Вот это совершенно иной подход. А многие из нас как делают? Мы получаем знания и сразу идем призывать людей. Мы пропускаем промежуточное звено, укрепление связи с Аллахом. Нет, я вас естественно не останавливаю от того, чтобы призывать людей. Даже если вы не читали добровольный намаз Тахаджуд ночью, даже если у вас слабая связь с Аллахом, но ваш призыв к исламу будет эффективным настолько, насколько крепкой будет ваша связь со Всевышним Аллахом. Сахабы хорошо понимали, почему Аллах не спослал эти три откровения. А вот сегодня, посмотрите, ночное выстаивание, добровольный намаз, даже Тахаджуд, стал просто трендом, модой. На намаз идут так, типа, брат, айда почитаем, айда вместе пойдем почитаем, айда пошли, ты имамом будешь. Я за тобой почитаю. Десятером соберемся и почитаем. То есть они собираются, только если еще соберется братьев 10. И собираются. Вот знаете, я этих ребят не понимаю. Собираются на ночной намаз, а на следующую ночь, когда братьев рядом нет, они не хотят читать добровольный ночной намаз. Что с вами такое? Когда не смотрят, не хочет читать. Мол, ну я же без братьев, мне братья нужны, чтобы Джаматам почитать. Придут, почитаю. Они хотят стоять до боли в ногах. Ну, смотрите, ребят. Понятно, что у пророка ноги опухали от намаза. Да, было такое. Но дело-то не в этом. Не это цель молитвы. Не это главное. Это все внешнее. А суть внутри, в поминании Аллаха. Посланник Аллаха наслаждался, стоя перед Аллахом. Так наслаждался, что о ногах даже не думал. Хоть они и опухали у него. Дело-то не в ногах и не в длинных ракатах. Суть между тобой и Аллахом. Почему я это говорю? Потому что из всех добровольных ночных намазов пророка считанные разы были, когда он читал вместе с кем-то. Почти всегда Тахаджуд он читал один. Абдуллах бин Аббас читал с ним. Потому что он был у своей тети. И мог присоединяться к пророку в его намазе Тахаджуд. Абдуллах бин Мас'уд один раз читал с пророком. Буквально по пальцам можно пересчитать сподвижников, которые читали Тахаджуд с пророком. И изредка он разрешал одному человеку читать вместе с ним. Вот так передается. Почему? Потому что это время его уединения с Аллахом. Даже сподвижники, которых было десятки тысяч, они знали, что Тахаджуд – это уединение с Аллахом. Это твой Тахаджуд. Проведи это время наедине с Аллахом. Это не время для джемата. Я вас не отговариваю читать «Ночное стояние» джематом. Если хотите читать с братьями, аль-хамдуллах читайте время от времени. Но если реально хотите сунду соблюдать, если хотите по-настоящему пропитаться религией, каждую ночь уединяйтесь с Аллахом. Вот это реально развивает. И сподвижники понимали это. И что происходило с ними? Они менялись изнутри. Ночью сподвижники укрепляли свою связь с Аллахом. А днем они были рядом с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И, конечно, для них это были удивительные моменты. Но не забывайте, мои братья и сестры, в Медине, когда сподвижники жили, там были лицемеры. Они не уверовали, хотя видели пророка. Одни верили наполовину, другие вообще не верили. А третьи уверовали, а потом отказались от веры. Аллах обо всех говорит. Сначала уверовали, потом отреклись от веры. В Медине они приходили на Зохр-намаз. Никогда не пропускали даже Сунну. Четыре раката до обязательного полуденного намаза. Потому что боялись, что их лицемерие обнаружится. И об этих лицемерах сподвижники подозревали. Мол, что-то не так с ним. Не поймите неправильно. Мои братья и сестры, если мы с вами читаем Сунну, не надо останавливаться на этом. Не думайте. Дескать, я столько много ракатов читаю. Я сподвижник. Да, я могу, я сподвижник. И граффити на стене написать. Я был здесь. Сфоткай-ка меня. Да что с вами такое, люди? Немного попоклонялись и фоткаются. Сегодня все стало мубарак, мубарак. В пятницу говорят Джума мубарак, Джума мубарак. Да что ж такое-то? Я пришел Фаджр почитать, не чтобы говорить Фаджр мубарак. Что с вами? Совершили умру, говорите умра мубарак. Все мубарак, мубарак. Я вот никогда не слышал Ифтар мубарак. Рамадан мубарак, конечно, говорят. Но не говорят Ифтар мубарак. И вот эта одержимость фотографиями. Все сводится к тому, мол, я был здесь. Сфоткай-ка меня. Ради чего ты все это делаешь? Пошел на ночной намаз, просишь друга взять камеру. Зачем так делать? Это же поклонение Аллаху. Ты сам себя обманываешь. Делай ради Аллаха. Ученые сказали, и один из моих учителей тоже говорил. Тот, кто должен увидеть твои поступки, уже увидел их. Тот, ради кого ты это делал, уже увидел это. Так что зачем вот эта вся показуха? Не думай, что если бы ты жил во времена посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, то целыми днями, как Абу Гурейра, учил бы слова пророка. Или как... Абдулла бин Мас'уд, обувь пророка носил бы. Или как... Известный сподвижник пророка Беляль, да буди доволен им Аллах. Не надо думать, что ты был бы таким же. Эти сподвижники жертвовали. Они не были ленивыми. Они не отдавали предпочтение мирской жизни перед своей религией. Они не отдавали предпочтение бизнесу перед походом, в который нужно было идти с посланником Аллаха. А все остальные, кто упускал это, кто не приходил на пятикратный намаз в мечеть, кто не жаждал этого, кто не соблюдал то, чему учил посланник Аллаха, чей иман, чья вера иногда настолько низко опускалась, иной раз даже вплоть до нуля. Подобных людей Аллах и его посланник знали как лицемеров.